Дело происходит, как мы помним, на праздник Кущей, в последний верительный день праздника, когда возливалась вода, и когда в эту ночь свершалось, в ночь последнего праздника Кущей, свершалось фательное шествие, фательные пляски вернее, в храмовом дворе, во дворе женщин, когда зажигали фателы, сделанные из старых, уже издетшавших умолочений священников, и юноши совершали такую круговую танцы вокруг загорящих четырех семисвешников, которые горели в храме, как знак вечной радости, которую ожидают спасенных, которые будут веселиться перед лицом Бога, пламяющего огня, после тяги Семени Божьей. И тогда вот, после этого, значит, и в этот последний день великих праздника, Иисус возгласил, кто жаждет ко мне, иди и пей, и кто верует в меня, как сказано в Писании, с черепа текутыритель воды живой. Все я сказал на духе, которые умели принять верующие в него, ибо не было еще на ней Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. И дальше, как раз, начинается цирковой стих. Многие из народа, услышав сие слова, говорили, он точно пророк. Здесь стоит слово пророк, опять-таки, неверно печатается часто в Библии, стоит слово пророк, большой буквы, о профитус. То есть пророк, тот самый, который обещан был Моисеем, да, пророк, как Моисей, из старозакония. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и Эдрифриема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем расприя в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него руку. И так, таким образом, Христос бросил вызов евреям, да, и его вызов был, вызов такой раздрай, да, в ныне. Некоторые говорили, что он пророк, потому что он, как пророк, да, явно говорил славу Божию, которое нельзя ни с чем спутать. На самом деле, как совершенно спределил, говорил преподобный Силан Афонский, как говорил Маккарий Великий, когда говорит Бог, его слова не спутаешь ни с чем. Да? Вот, недаром есть даже такое правило, что если ты сомневаешься от слова, от Бога ли, слово ли не от Бога, лучше отстранись. Потому что слово от Бога, оно ни с чем не спутается. Оно неподобно словам обычным. Как говорит пророк Иеремия, что, вернее, Бог через него говорит, не думайте, что мои слова подобны словам вашим, не думайте, что мои слова подобны дереву или сену, мои слова подобны молоту, который разбивает железный. Да? То есть, слова Господа, они сокрушают всякую гордыню, они сжгут человека. И даже сейчас, я думаю, многие здесь сидящие, читавшие внимательно Библию, могли почувствовать на себе тяжелые удары Слово Божие, чувствовали? Бывало такое, что Слово Божие или зажигает само, да, воспламеняет, или наоборот сокрушает какие-то злые дела, которые делаются в человеке. Как часто такое случается, что человек вроде как уже все уже, у него все там, все, говорит, намази, да, все, он уже с своей совестью договорился, да, все, он там себе все объяснил, что он прав, там все замечательно, на все у него есть отмазки. И тут Слово Божие он слышит, которое все эти отмазки бьет так, джжж, и все, как молот, когда сокрушил все это, и человек стоит, вот, такой, пришедший в себя, да, который Бог просто вразумил таким ударом. Поэтому, кстати говоря, многие не боятся Слово Божие читать, потому что чувствуют, что оно слишком сильное, да, слишком тяжелое Слово для многих, слишком крепкое и могущественное. И вот как раз-то люди, евреи, услышав Слово Божие, они поняли, кстати говоря, заметили, что они все поняли, что это было Слово Божие. Сомнение в том, что от Бога это Слово не сказано, ни у кого не возник, вот смотрите, да, и в чем их особая винарик, между прочим. Сомнений в этом не было. Сомнений было в том, что они хотели найти формальный повод для того, чтобы отбросить от себя это Слово. Поэтому одни говорили, что это пророк, который предсказан Моисеем, другие говорили, что это Христос, то есть помазанник, да, Мессия. А иные говорили, разве из Галилея Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Эфилиема, из того места, откуда был Давид? Они были правы, конечно, что из Галилея не должен был приходить Христос, потому что он должен был быть родом из Эфилиема, но они должны были знать, что он Давидит, и они-то прекрасно знали, что на семени Давидова. Помните, когда Христос ходил в Иерусалим, что весь народ кричал, что «Осанасан Давидов». Почему? Потому что они прекрасно знали, что он законный наследник царя Давида. Тогда в Израиле родослоевые хорошо хранились, да и сейчас, даже потом эти царя Давида, они в еврейском народе до сих пор известны, потому что это особый род, род, которые всем верующим евреям известны потом за царя Давида. Но, правда, наследников царя Давида уже нет, есть только потом. То есть нет тех, кто имел законное право на престол. Итак, подошла о нем расприе в народе, и некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него руку. Почему они не наложили? Что значит наложить руки? То есть никто не смог, не побоялись люди быть свидетелями обвинений. Потому что кто-то накладывает руки, тот обязуется, чтобы быть свидетелем обвинения. А вы помните, что должно быть по закону Божию тому, кто свидетельствовал ложным человеком? То же самое, что он хотел сделать тому человеку. Абсолютно то же самое. Если человек хотел, припомню, что человек за свидетельство сделал, чтобы там, условно говоря, в тюрьму посадили, хотя такого наказания не было, его самого вы должны были посадить. Если человек хотел убить человека таким образом, его самого должны были казнить. Это очень справедливо, согласитесь. То, что человек другому рыло, то оно подо что и попадает. Вот часто люди говорят, ну как же там в Библии все очень просто, там два или три свидетеля и все, можно на смерть отправлять. Но это так и есть, но дело в том, что если человек обвинен был двумя или тремя свидетелями, и указания сошлись, то на это основание можно было судить на смерть. Но при этом, если бы, когда бы не оказалось, что этот человек свидетельствовал ложно, он предавался смерти. И это очень хорошая гарантия. Вот мало кому. Причем потому что там в Библии нет такой, понимаете, как срок давности. Вот, поэтому там все очень просто на самом деле, все очень мудро на самом деле было предназначено, сделано, чтобы правосудие было соблюдалось максимально. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям из Иси и сказали им, для чего вы не привели его? Служители, которые были посланы арестовать Христа. Служители отвечали, никогда человек не говорит так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели и вы привестились? Уверли ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Смотрите, какой аргумент, да? Служители оказались мудрее своих начальников, да? Они говорят, что никто не говорил, как этот человек. То есть в его словах есть такая власть, такое могущество, которое невозможно для человека. Никто так не говорил, никогда. И даже порой это не говорили с такой мощью, как говорил Христос. И что же им пытаются сделать? Их пытаются задавить авторитет. И он говорит, на кого, значит, чего, говорит ему. Неужели вы прельстились? То есть неужели вы обманули? Не уверили вы в него, кто из начальников или из фарисеев? То есть смотрите, чего вы доверяете себе? Вот смотрите, начальники в него не поверили, да? Чего в фарисеи в него не поверили? А народ, они незаконно не знают, поэтому они прокляты. Но смотрите, даже в обычной жизни человеческой, даже христианской, если, например, некий человек, священник, ему скажет, говорит, делай так, потому что я так тебе сказал, нужно ли это делать? Может и священник быть сам из себя авторитетом? Нет. Нет, там это и дело. Даже вот интересно, что если вы будете читать лжестарцев, у них это вы найдете сразу. Делайте то, что я так сказал, и все, точка. Попытка к обсуждению карается расстрелом, да? Вот. Если же вы будете читать святых отцов, что вы у них найдете? Кирилл Иосовский говорит, не верь даже мне, если я тебе свое слово не подтвержу Словом Божьим. Ощущаете разницу? Один говорит, если тебе показывает старец белую скатерть, и скажет, что она черная, то должен увидеть ее черной. Один говорит так старец, да? А другой говорит, ты мне не верь, если я Словом Божьим не подтвержду. Вот так это и есть критерий проверки истинности или ложности. Человек, настоящий духовный человек, он всегда опирается на Бога, понимаете, высочайшего. Он никогда не поставит себя на первое место. Вы не найдете ни одного святого, прославленного в Вселенской Церкви, который бы сказал, что я так сказал, ты поэтому не обязан делать. Он, может сказать, так повелел Бог, да? Он, может сказать, и эти слова должны быть, и они обосновываются, и обычное писание, потому что для отцов вообще было естественным, и есть сейчас естественным, опираться на писание. Я помню, я бывал на беседах отца Кирилла, которые он проводил в Лавре, когда он еще был более-менее здоров, мы приходили, я много раз на нее бывал на беседах, я помню, что это были за беседы. Знаете, как они проходили? Отец Кирилл говорит, ну давайте мы сегодня поговорим о смирении. Открывает Библию и читает. Читает просто отрывок, говорящий о чем-то, да? И он просто, просто так говорит, выделяет, да, да. И все становится понятно, понимаете? То есть он вообще просто от себя, практически, ничего не делал, понимаете? Он просто читал Библию, он читал Слово Божие, он читал и так, что оно остановилось понятно, понимаете? Это и есть признак настоящее духовничество, это и есть признак настоящее свидетельство. Когда человек ничего о себе не говорит, человек говорит только от Бога, понимаете? Он говорит от Слова Божия. Вот многие думают, что христианство, оно не библейское, православное, да? Это не так. нигде Священное Писание настолько глубоко не входит внутрь жизни человека, чем как в православии. Вот мне приходилось на собраниях у протестантов бывать, я с самими протестантами общаюсь, какой у них принцип, они делают некое дело, потом к нему подыскивают обоснование из Писания. Вот они делают некий совет, я по-моему читал, Христос как бизнесмен назывался книжка, вот и там они делают некие бизнес-советы, а потом вполне американские такие, в духе обандомлельцев, вот, а потом говорят, ну, и к этому они, знаете, цитаточку подбирают, подборочкой цитат занимаются. Да, интересно что, интересный принцип такой, понимаете, они берут мне опять свою мысль и к ней привязывают цитату, понимаете? Да, а почитайте жития святых, просто жития святых, обычная, видите ростовскую, да, почитайте как мученикот или преподобный, вы увидите, что половина его речи, она стоит из курсива, да, или из выделения, и там все равно ссылочки, там бывает речь, например, на полстраничке, и в ней там 10-15 цитат из Библии, к чему? А потому что для него естественным говорить Библию, понимаете? Библия, она пронизывает мысль человека, христианина настоящего, чем больше он православный, тем более пронизывает священное писание, и вот интересно, я могу сказать и другой момент, когда человек лже, духовник, да, лжестается, у него Библии почти не встретишь. Вот я, например, встречал множество книг о всяких там старицах и так далее, например, Богом данной Макарии, да, там, по-моему, три-четыре библийских цитата на всю книгу. Три-четыре цитата библийских, ну как это может быть? В общем, сравните, любое сравните, любое сравните с Творением Святого Отца, да, где на каждой странице десятых цитат, да, и там даже с формальной точки зрения очевидна разница. А в чем разница? Разница в том, что для одних авторитет это я, а для других это Слово Божие, понимаете? И вот как раз-то это в чем важно, что действительно такие вот лжестарцы, лжеучителя, они делают, как фарисей книжки, они говорят, смотрите, полили в него из начальников, да, из фарисеев, то есть знатоков, да, ревнителей, фарисей, ревнителей, помните? Это вроде наших анти-нененщиков современных, то же самое. Вот, а вот ревнитель такой, который готов там за свое представление о православии идти на смерть, на смерть последнего противника. Не свою, правда, смерть. И вот в результате, и главная идея именно такая, что где это что сказано? И вот, кстати, интересный момент, как я для себя выявил такое правило? Как опознавать Раскольника? Раскольники часто встречаются, знаете, сейчас вот выставка была недавно, да, Рождественский дар. Вот, и там стоял Раскольник проповедовал, Петр, да, глава секта Петра стоял проповедовал между рядами. Вот, я тоже так слышал его выступление, потому что он крутит, еще давно-давно приходил, пытался нас обрабатывать. Вот, и что, чем отличается то, что Раскольники никогда не любят ссылаться, ни на отцов в церкви, ни на, тем более, на Слову Божьей. Это такой, как бы, штришок, который резко, резко отделяет Раскольников от православия. Например, Раскольнику скажешь, там, ну, святые отцы говорят по-другому. Он говорит, а Саввененстасы говорят так. Понимаете, отвечают они. Все святые ссылаются на Писание и отцов, так, церковь? А Раскольник говорит, а он ссылается на учителей, которые сейчас живут. А ведь смотрите, когда человек живет сейчас, у него возникает что? У него возникает естественная такая аберрация, да, то есть, что называется. Человек, он, современность, она служит рамки человеческой мысли. Вот недаром мудрые люди, даже не православные, говорят, что нужно обязательно читать книги не только в современности. Это верно, понимаете, потому что у каждого времени есть свое, как бы, слепое пятно, да, которое он не видит. Вот есть очевидный бред, который для нас кажется совершенно нормальным, да, для обычного человека. Ну, это права человека, например, те же самые. Они в вас настолько вошли, впитались в голову людей, что люди не видят абсолютных глупостей, абсолютной абсурдности этих прав, так называемых. Вот. А для этого очень полезно читать что? Порезно читать других, авторов других времен. Особенно полезно читать авторов Вечности, да, то есть святых, которые ставят вообще на белые пятки. И, кстати, что поразительное, когда читаешь самих отцов, это я могу сказать не только как цитирующие Игнатия Бричининова и других отцов, которые это замечали, но и по себе могу сказать. Чем больше своих отцов читаешь, тем более потрясаешься их единством. Самая потрясающая вещь, что ты читаешь отцов, находишь одинаковую мысль в втором веке или двадцатом. Совершенно находишь одинаковые традиции понимания текста и в третьем веке или двадцатом, понимаете, в совершенно разных географических местах, да. Существует совершенно удивительный, как бы, такой поток, поток откровения, которое мы называем священным преданием церкви, да. Он есть, реально, он, кстати говоря, в виде даже невооруженного глаза. Единственное, что нужно при чтении своих отцов, это заранее отбросить критический комментарий. Нужно ни в коем случае не читать историков церкви, особенно святых, да и церковных, так называемых, лучше поменьше читать. Типа Карташова поменьше читать этих людей. А читать нужно самих авторов. Почему? Потому что, если будете читать историков, вы не увидите тексты, понимаете, вы будете читать, относительно влияния и школы, вы не увидите то, что хоть хотел сказать автор. Ну, а, кстати, интересно, вот я смотрел, смотрите, вот, я просто учил в семинаре, естественно, я, как бы, и вынужден, я и читал всех, как бы, историков церкви, которые там у нас известны, крупных. Там все они говорят, например, о существовании двух школ богословских. Эта идея достаточно широко известна, поэтому я просто о ней скажу пару слов. Есть там Александрийская богословская школа, Антиохийская школа, которые якобы очень сильно отличаются. Я тоже так искренне думал, что есть две школы, разные идеально отличающиеся, вот, читал, в том момент стал читать, что-то замечал, стал подозрительно замечать, что представители обоих школ, если они православные, они уже до боли похожи, толкуют, просто одинаково, вот. Я тогда решил поискать, дай-ка найду этот отличие, и не нашел, знаете, просто честно не нашел, вот. Я думаю, может быть, я с тем, что я неподнительно читаю, может, с этим связано, знаете, я в греческом чуть-чуть покопался, то же самое возникало. А потом я выяснил, что дело в том, что они взяли под названием школы, назвали еретиков, которые выродились из беременных богословских школ, которые, естественно, говорили совершенно противоположные вещи. Потому что в ересе единства нет, ересь, она там на ересь, что кусок выдирает из части, да, и потому, естественно, возникают разномыслие, да. То есть, все равно, что мы возьмем, например, баптистов и святые леговые, да, они говорят обратно. Но это не значит, что это православное, но, как бы, внутренне противоречиво. Действительно, проток преданий есть, и святые, они действительно в него входят объективно. Более того, вот сейчас, знаете, есть такое распространенное заблуждение, люди говорят, ну, как же, у святых же есть противоречия, есть, как бы, частные мнения ошибочные. Да, они есть, потому что святыня непогрешима, конечно, безусловно. Потому что, ну, поемся, что, един свят, един Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Да, но, тем не менее, если вы будете внимательно самих святых читать, вы увидите, что все эти частные мнения, чем больше вы будете с тех отцов читать, тем виднее это будет, они все, как бы, вполне периферийны, они на окраинах. Мысли святого находятся, любого святого. Для него самое важное будет то, что общее со всей церкви, понимаете? Вот. И это, кстати, даже не нужно никак ничего насиловать, это просто видно становится просто невооруженным глазом. Когда человек более-менее начитывается в святых, да, и в самому святых, ну, при этом читая обязательно Священное Писание, потому что это критерий, на основании которого мы их все проверяем, вот, тем яснее становится что? Яснее становится то, в чем единство, да, о том, о чем мы придумали в Викентии, в том, что проведали все всегда и всюду. И тем яснее становится, что вот эти, так называемые, частные мнения, которые любят выпячивать, что они занимают крайне значительную часть мысли для тех людей, которые даже их высказывали. Хотя их церковь, конечно, не признает эти частные мнения, даже святых отцов. И вот, как раз-то, аргументация идет такая, уверены в него кто из начальников и из фарисеев, но этот народ невежда в законе проклят он. То есть, здесь что мы видим, что на люди проявляют свою гордыню, да? Они считают, что многознание, оно является синонимом мудрости. Как вы думаете, является ли синонимом мудрости многознание? Вообще, Гераклит сказал, что умный человек был, хотя и язычник. Сказал, что многознание уму не научает, ибо если бы научал, он научил бы Пифагора. Но Пифагора, она какого-нибудь подчеркнула, что Пифагор был для него идеалом глупости, для Гераклита, из-за учения преселения душ, который ввел Пифагор. Пифагор ввел этот преселение душ? Да, в греческой традиции Пифагор ввел, именно Пифагор ввел, один из двух первых. Действительно, очень распространенная ошибка, когда человек говорит, что человек умный, он столько знает. И то, что мудрость, которая, собственно, умность в нормальном смысле, это и есть мудрость, мудрость не связана с количеством информации. С эрудицей. Да, с эрудицей, да. Потому что, посмотрите, там есть даже передача, типа «Кто, или когда», или еще какие-то, да? И люди там вроде эрудицей собираются, но я не скажу, что они мудрые люди. А бывает, человек ничего не знает, деревенство, человек неграмотный даже, не приходилось от них встречать людей. И они чрезвычайно мудры, хотя они знают мало, то есть внешне мало, да? Но они знают самое главное. То есть истинное знание заключается не в количестве, наборе информации, которую неплохо вы имеете, если есть возможность, а в умении это как бы умение видеть жизнь, как она есть. Какие-то ключики. Да, то есть какие-то ключики. Ключик – это слово ложе. Ко всему, понимаете? Увидеть нужно, когда что, увидеть суть мира. Собственно говоря, даже Анда Маскин дает такое определение философии. Философия есть постижение сути вещей, видимых и невидимых. Вот, собственно, и определение философии, которую я взял, насколько я понимаю, в историю. Действительно, то есть человек, настоящий философ – это тот, кто видит суть вещей. А кто видит настоящую суть вещей? Абсолютно. Бог, да? Дворец, да, только он может видеть суть вещей. И человек, соединенный с ним, тоже может видеть суть вещей. И в этом как раз-то и проявляется настоящая мудрость. Да, и причем она проявляется в чем? В частности, она направляется в том, что величайшие знатоки, так называемые эрудиты, да, они оказываются совершенно бессильны и пасующими настоящими мудрецами. Ну, классический пример тому – это знаменитый диспут святого Спиридона Тремефунского с философом на Первом Северном Соборе. Когда философ пререкался, доказывал, что с точки зрения логической никак не может быть, что Христос – это несотворенный Бог, да, тогда он ему говорит, скажу я тебе просто, верой в Бога Отца Вседержителя, Его единородного Сына несотворенного, Иисуса Христа, вот, который единосущен от Су, и Святого Духа, от Отца Исходящего. Вот, и ты спасешься. Кто-то немел, потом говорит, знаете, говорит, вот когда мы с вами спорим, я всегда мог найти аргументы против, а сейчас аргументы против я не могу найти. Почему? Потому что здесь стоит истина, принимайте перед глазами. Вот это и есть аргумент. Или знаменитая история, когда Антоний Великий разгромил к нему пришедших языческих эллинских философов, да? Они к нему пришли в пустыню, чтобы с ним дискутировать. Он с ним буквально минут 10 поговорил, вот, и все вопросы закончились. Они говорят, странно, говорит, как ты, какую же ты академию, говорит, заканчивал, что ты умеешь так четко отвечать на все наши вопросы, потому что другие вопросы после этого не возникают. Он говорит, а знаете, я даже читать не умею. Вот. У меня, говорит, две книги, говорит, вот Библия, говорит, у меня, говорит, он мне даже по-гречески не умеет читать, он читал по-кутски. Вот у меня есть Библия, которая со мной, да, и книга небесная. Вот и все, книга вселенной. Вот в двух книгах, в Библии и в книге вселенной, я читаю все. Мне их достаточно. Вот, так что таким образом очень важно различать мудрость и многознание. И не пытаться, как многие-многие делать, оценить людей по многознанию, а оценить их по следованию слову мужа, которые есть истинной мудрости. Вы помните, недаром мы же говорили, как толковали книгу Хризиаста, кто только мудрец, да, кто только соединен с премудростью, да, а кто только глупец, кто только делает зло. То есть для Библии глупец, а именно злодей, и ты есть глупец. В любом смысле этого слова. Это главное значение этого слова. Понимаете? У нас человек считается, что глупый человек, это тот, кто двойку получает в школе или в институте. Вот. Но это не так. Человек может получать двойку в школе или в институте, да, посмотрите наших хорошистов-отвижничков, да, которые у нас реформы проводили. Такой классический пример. Не без политики, а именно в смысле практической жизни, да? Они все же умнички, говорят, с горстыми дипломами, да? И в буквальном смысле это умники, как их назовали, умники, да? Я сейчас не хочу никак политику оценить. Я хочу сказать, что к чему они привели, вот, результаты глупости внутренней, внешней и внешней начитанности. Они пытались живую, значит, подлинную жизнь, да, оценить какими-то собственными схемочками. Ну, схема, представляете, я оказался плохо и для схемы, и для жизни. Но так происходит, кстати, и в обычной жизни. Это касается не только, опять, высот политики. Потому что, я помню, я уже и по себе, особенно, многие для сидящих заметили, что, когда говоришь о политике, люди так увлекаются, что их остановить сложно бывает. А почему? Потому что это легко. Там политика высоко и красиво обсуждается. А гораздо интереснее, что такие же вещи, как политика, происходят в обычной жизни человеку. Ну, бывает, человек придумывает себе человека, да, другого, а потом удивляется, почему у него все не так получается. Там, чаще всего это происходит с барышнями или с юношами. В подростковой возрасте она влюбится в кого-нибудь, там, барышню, к примеру, юношу. Он для нее кладет совершенство, там, источник всякой мудрости, там, да, вот, идеальный муж, там, да. А потом, когда поживет с ним, через три месяца прибегает, говорит, ой, что же там за такой нехороший редиск оказалось. Вот, а потом выяснил, за каким он посчитал, каким он оказался, да. А потому что человек просто мудрости не имеет. Дело в немногознании, да. Можно, знаете, полную оперативную информацию вообще-то иметь, полную, там, до времени обычного вставания, там, да, моих любимых сортов кофе и так далее, которые он пьет. Но ничего не значит человек. Потому что для этого нужна мудрость, а не многознание. Итак, Никодим же, но среди фрисеев оказался мудрый человек по имени Никодим. Никодим, приходивший к нему ночью, и будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человек, если прежде не выслушает его, и не узнает, что он делает. На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Итак, Никодим теперь сам опровергает мнение, что никто из начальников, да, не уверовал в него. Никодим сам уверовал в Иисуса, в Господа нашего. И говорит он, что, вы говорите, поступите по закону, вы же законники, да? Ну, будет и логично, так ведь? Поступите просто формально по закону. Закон запрещает безразбежательство карать человека. Это очень важно, кстати, и сейчас запомнить, потому что нам сейчас навязывается такой идеал, что, значит, сейчас нужно преступничку всех перестарлять без суда и следствия, да? Вот. Но я бы представил, как кошмар потворился на свете, если бы у нас всех преступничку перестарлять без суда и следствия. Ну, подумайте. Если бы не преступник, то это надо давать. Да, и так и произошло. И, кстати, почему? Потому что закон может требовать обязательно рассмотрения дела человека. Это не выдумки, это не римское право, да? И это не выдумки продажных там законодателей. Законодателей. Это библейская Божья норма. Что действительно закон не судит человека, не выслушав предварительно его. Это важнейший момент, потому что нельзя судить человека, не выслушав его оправданий. Нельзя. Это, кстати говоря, и в бытовой жизни касается. То есть, если вы имеете нечто для человека, да? Есть два варианта поведения. Один самый распространенный. Человек ходит, дуется, раздувается, превращается сначала маленький в воздушный шарик, а потом в воздушный шар превращается, потом лопается. Ничего хорошего не получается. Но что говорит аналитичник? Он говорит, что если ты не сможешь справиться с обидой, выскажи человеку в лицо все, что о нем думаешь. И ты узнаешь, что ты был неправ, да? Сможешь прощать прощения. Или тот человек с тобой примирится. С тобой примирится. Дело не в этом. Когда человек высказывает все, что... Когда человек идет на чистоту с человеком, понимаете? Бог помогает ему. Потому что здесь эта вещь кажется угодной Богу. Замите. Многие люди думают, что угодно Богу, а там в себе гады стоите. Но Иоанна Весович, знаете, как с тем сравнивать таких людей. Потому что такие люди подобны вшивым голубям. Почему вшивым? Потому что они снаружи беленькие, а внутри в ошки прыгают. То есть так же человек такой, он снаружи беленький, пушистый, а внутри зараза настоящая его затаится. Это на самом деле грех злопаленства, который необходимо именно таким образом лечить. Это очень важно. И даже в практической жизни жизнь была бы куда легче без этой мнимой вежливости. Это впечатлено не настоящей вежливости, когда человек старается другого человека не оскорбить, а без мнимой вежливости, когда человек из мнимой вежливости начинает лгать другому человеку, как бы его не обидеть. Распространенная форма поведения. Из-за чего наши люди вообще это набор лицемерия. А если он что-то давно выражает, но это все как бы уже забылось, но не стоит это поднимать, да, самого? Не, ну если обиды нет, то не зачем поднимать-то. Нет, а если держится? Если держится, то лучше выставить. Конечно же. Человеку, который обижается, лучше это взлету шизофреник. Ну, шизофреник лучше не выяснять. Нет, если человек психически больной, то с ним лучше взлету шизофреник не выяснять, пока он не выздоровеет. Ну, не выздоровеет, значит, не важно. Это обижаться на него не надо. Да, на больных не обижаются. На больных не обижаются, действительно так. Это важно, да. Но, опять-таки, на самом деле, даже шизофреник – это вещь такая широкая. И, понимаете, как бы не всегда, что-нибудь бывает. И шизофреник бывает для людей нормальный, потому что он может не пугать по-человечески. Ну, это, ну, плата, который обижается, но еще. Да, да, да. Да, да. Он, возможно, после этого еще и вылечит. Ну, не знаю, шизофреник от гордыни происходит, на самом деле. Да, совершенно не бывает. И вот, и здесь, как раз вот этот принцип, который сказал Никонимов, поиспользовать себя в этой практической жизни, потому что без этого жизнь будет очень противной. Мне бывает часто очень противно бывать на каких-то торжественных банкетах или фуршетах, потому что ты знаешь, когда человек в лицо там говорят замечательные вещи, там, какой-то ангел небесный, да, там, вот, да, а за глазом так грязью поливает. Да, это вообще непрерывно. Это как бы атмосфера, в которой живет сейчас человечество. Причем живет достаточно недавно в такой атмосфере. Это началось с недоброй памяти как раз-то просветителей наших великих литераторов. Вот, не знаю, что не люблю классическую культуру, за пропагандую лицемелью. Вот, а на самом деле из средних века вот были люди гораздо честнее, в древности люди были гораздо честнее. Вот даже возьмите вот эти языческие, там, те же самые исландские сады, там, да, вы говорите, что там люди были гораздо честнее. Они высказывали лицо человеку, что они думали, и они были правее, чем мы, безусловно правее. И они высказывали, что мы не таили зло в себе, а вытаили. Они были искренними, за счет этого были и справедливыми. А у нас сейчас неискренность считают даже добродетельными. Хотя это никогда не было. Да, это воспитанность. Но, опять-таки, это воспитанность чего? Чего воспитали? Что напитали, воспитали, напитали чего? Воспитать, значит, накормить, да? Что, что воскорнили внутри? Ложь внутри воскорнили. А потом удивляются, почему эта ложь лопается, и грязью потом выливается в море. Так ведь? Все равно бесконечно нельзя это держать. А то такая грязь выливается. Чем дождь держит, тем хуже становится. Так ведь? И вот они ему что делают? Они его затыкают. Они сказали, но на это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. В имя такое, что Галилея не все тупые, поэтому оттуда пророка не жди. Во-первых, они были формально неправы даже, фантажа формально. Хотя бы потому, что Илья был из Фезвы, из Галилеи. Из Галилеи же был пророк Наум, из города Капернаум. Вот Илаилкоса там находится. И уже даже поэтому из Галилеи приходили пророки. Но тем более бессмысленно затыкать рот, когда они те спернили в ответе. И дальше что произошло? И разошлись все по домам. Иисус же пошел на горы Ильонскую. На горы Ильонскую, где он обычно останавливался. Скорее всего, он пошел в Лексиманию, где он любил ночевать. А утром опять пришел в храм, и весь народ пришел к нему. И он сел и учил их. Тут книжники, фарисеи, привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему, Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Так, есть даже такое предположение, как это могло произойти, почему взято в прелюбодеянии, потому что это был последний день праздника Кущи, и там после этого могли и попьянки всякие, и могу подзойти. Вот. И что же приходит? И пытается, что сейчас поймать Христа, на чем пытается? Поймать на том, что он попытается опровергнуть закон, да? Вот. Или попытается обвинить его в чем? В самосуде. Если он скажет, я обвиняю ее, да? Значит, скажут, а, он самосудово делает, да? Вот. Таким образом, хотят его такую логическую ловушку подглавить Христа. Вот. Ну, заметьте, что здесь уже было несправедливо. Смотрите. Почему Христос ничего не ответил? Как вы думаете? Нет, а в чем дело дело? Нет, дело в следующем. Христос молчал, потому что тут уже было беззаконие, потому что sprylюбещили только прелюбодейку. А где прелюбодей? Понимаете, где? В прелюбодеянии что положено? И прелюбодей, и прелюбодейка даже будет предана смертью, да? Но прелюбодей, и прелюбодейка. Смотрите, прелюбодейок запустили, а прелюбодейку взяли. Где тут справедливость, да? Уже здесь, где справедливость? Поэтому Иисус пишет пальцем на земле, там же песок на неусеный, на полу храма, он пишет на нем пальцем, да? Ну что он пишет? Мы не знаем, может быть, он писал, виновен или не виновен вопрос. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый бросит на нее камень? Что это значит? А дело в том, что кто должен был первый бросить камень? Кто свидетель, да? Но свидетель только тот, кто сам не имеет греха, говорит Иисус. Ты хочешь судить? Пожалуйста, суди. Пожалуйста. Ну кто без греха? И опять, наклонившись низко, писал на земле. Предание, знаешь, что он писал? Он писал пальцем грехи тех людей, которые хотели бы не уйти в камень. Пальцем пишет, то только кто хочет, а он пишет же грехи. И как раз видит, разворачивается и уходит. Они же, услышав той, будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим. Начиная от старших и до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твой обвинитель? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». И смотрите, Господь не оправдывает ее дело, да? И не говорит, что ты права, да? Он говорит, что я тебя не осуждаю, я тебя милую. Я проявляю себя как Бог милосердия, да? Но ты иди и больше не греши. Вот такая норма. Собственно, именно так Господь поступает у нас сейчас при время Таинской Испании. Он не оправдывает грех, так ведь? И ему уже не сказал же, что вы не правы, что полюбодеяние должно быть. Он не сказал, что Моисей там не прав, когда повелел подглядывать смерть у полюбодеев. Так? Он не сказал, что это неправильно было. Наоборот, даже апостол сказал, что делающий такое, значит, что они за это повинны смерть. В частности, полюбодеяние. Но Господь говорит так, Господь превосходит нас справедливостью. Вот интересно, что Иоанн Дамастин говорит, что человек должен подняться по трем ступенькам. Первая ступенька – познание божественной природы, то есть познание божественных нагматов. Вторая ступенька – это справедливость. А третья ступенька – благо, которое выше справедливости. Вот Иисус поднимается как раз выше справедливости. Он поднимается на уровень милосердия. Это очень важно помнить, что Бог выше справедливости. Он сам праведен, справедлив, но он выше справедливости. Он не связан, собственно, с справедливостью. Он может над ней подняться. Причем не потому, что он справедливостью отбросится. Потому, что он умирает для искупления людей. И своей кровью восстанавливается справедливостью. Но при этом он не связан с законом справедливости. Это очень важно помнить, потому что сейчас распространено какое-то заблуждение, что есть такая карма, какие-то законы кармы, которые механически действуют у человека, что даже Бог не может ничего поменять. Если человек сделает какое-то зло, то он автоматически себя вновью настигнет. Но Бог выше этих внешних законов. Бог не связан никакими законами. Бог может миловать. Он любит миловать. Но кого? Всех ли? Это место любит ссылаться кто? Кто делает пакости и не хотят прекращать грешить. Они говорят, что Господь сказал, что кто первый из вас без греха, бросит в нее камень. Значит, вы. Кто из вас без греха, они говорят, брось в меня камень. Смотри, кто это может сказать? Кто может сказать, кто без греха бросит в нее камень? Только Бог. Только тот, кто сам без греха. Понимаете? И Христос поэтому говорит. Христос здесь не оправдывает зло никак. И Он ее, собственно говоря, оправдывает потому, что она прекратила грех. Видите? Он говорит, иди больше не греши. Поэтому Он отпускает ее. Понимаете? Он отпускает ее именно потому, что она идет, и не будет больше грешить. Об этом говорит пророк языки. Увидите ли у него слова есть такие? Что если человек делал зло, нечестие, воровал, убивал, в жене во время нечистоты входил, да, был идол, поклонился идол, да, и злобился, ненавидел, то такой человек беззаконник, он в грехе своем урет. Но если беззаконник остановился на всех путях своих и раскаялся, прекратил делать зло и больше не творит тех беззаконников, которые он творил, то Бог не воспомянет беззаконие его. Он будет праведным, будет чистым. Душа его спасена. Но если праведник, понадеявшись на свою праведность, сделает беззаконие, то вся праведность его не будет воспомянута. Он в грехе своем урет. Видите, Господь смотрит, смотрите, не в прошлое смотрит Господь, да? Для Господа люди в настоящем. Бог говорит, в чем застану, в том и сужу, да? Вот это очень важно, это место, знаете, кому помнить? Тем людям, которые говорят, а, это были коммунисты, они там раньше храмы ломали, теперь со свечками стоят. Как говорить, христианин не имеет права. Почему? Потому что человек может меняться. Если человек не верит, что человек может меняться, он не христианин, понимаете? Это важнейший момент. Потому что суть христианства в том, что человек может покаяться, измениться, преобразиться. Понимаете? А люди, к сожалению, забывают об этом. Люди живут, как будто бы покаяния нет. Как будто бы нет ничего такого, что могло бы изменить человека. Нет. Если покаяние, есть возможность остановиться в зле, которое делает человек. Есть возможность стать святым любому человеку. Лишь бы он остановился на путях своих. Если человек покаялся и не остановился на путях своих, это не покаяние, это фальшивка. Если бы эта женщина пошла дальше грешить, Господь бы не отпустил ее. Не смею завидеть. Вот очень важно, что покаяние предполагает прекращение греха. Поэтому, когда подходите к исповеди, извольте вспомнить эти слова Господа. Иди, и больше не греши. И тогда Господь скажет, и я не осуждаю тебя, но только предусловие. Безусловно, прощения нет. Смотрите, многие думают, говорят, что мы должны всех прощать. Вернее, вы должны меня просить, вы обязаны меня простить, даже если я не попрощу прощения. А как тебя просить, если ты не попрощишь? Простите, простите. Ну как? Ну так честно. Ну мы, конечно, зла не держим, мы не злобимся, стараемся. Стараемся в крокодилов не пророщаться, из искры в глазах предполагаем, тушим огнетушителем маленьким. Но просить-то как тебя, если ты не просишь прощения? Когда человек говорит, что мне, простите, обязаны прощения дать, ну простите, никто вам ничего не обязан. Это очень важно помнить, что прощение никто давать не обязан, если ты его не попросишь, понимаете? На то его и прощение. Понимаете, само прощение предполагает восьмин, да? О помиловании. И что, и обязательно-то больше такое не делать. Значит, просит прощения для того, чтобы снова делать. Не потому, что он сделает это по слабости своей, да, к примеру, или потому, что оступится. А если он просит прощения, при этом имеет твердое желание продолжать делать то же беззаконие, это не прощение, это просто пародия, издевательство, которое ничем хорошим не кончится. Вот это как раз-то очень важно помнить, что именно вся исповедь, она и сводится к таким словам. Как тогда Господь сказал эти женщине, да, так и нам скажет. Почему, кстати говоря, почему же Господь не поступил формально, почему Он не сказал столько? Ну, побейте камнями, там, все, почему Он не сказал так. Во-первых, потому что было лицемерие изначально, да, а во-вторых, почему? Потому что для того, чтобы научить нас не осуждать грешника, а осуждая поступки, понимаете. Очень важно. Вот именно здесь Господь ясно показывает, что грешника мы не имеем права осуждать. На это есть другой судья. У евреев есть такая замечательная поговорка, там по-евреев наивительно звучит так, по-моему, «И даят эн даян». Значит, есть суд, но есть и судья. То есть, когда человек пытается сам судить, да, ему напоминают, а еще и судья на тобой есть. Чего же ты идешь? И действительно, даже любой человек, который начинает воскомерить, он там даже евреям успокаивается. Поэтому приходит в себя немножко отрезвляет, когда слушает проговоры. Вот так же и христианин очень неплохо вспомнить, да, когда он особенно унесет, что кроме его суда, есть еще и суд Божий, который выше человеческого, и которому нужно передавать все эти дела. Потому что иначе, иначе Господь сам тебя пока накажет, как узурпатору, ну, собственной власти. Кто имеет право судить? Только тот, кто абсолютно без греши. Только он может сказать, да, дать твердую оценку всему. Почему? Почему абсолютно суд подлежит только ему? Потому что он, во-первых, сам, ему нельзя будет сказать, а ты что, сам не делаешь? Делаешь такое, да, в чем меня осуждаешь. А во-вторых, самое главное, ты только безгрешный, может быть, объективный. Понимаете? Потому что грех, он лишает объективности человека. И главное в этом-то корень, понимаете, почему нельзя осуждать грешникам, грешников. Он не будет никогда объективен. Он всегда будет подстраиваться по свои злые какие-то места. Вот. Так что давайте, слышать слова Господа, не осуждать грешников, осуждая зло, отборимое имя, а сами, главное, прекращать грешить. Да? Пришли к исповеди. По-другому, чтобы больше не повторять. Тогда это будет настоящий исповеди, в который Господь будет радоваться и ангелом невеса. А если нет, простите. Может, Бог скажет, вы прощаете, а я не прощу. Вот и все. А человек сам себя судит, может? Или кто же так? Так мы же сами себя и судим еще. Судить нужно себя, осуждать нельзя. Нельзя окончательный приговор себе делать. Если человек делает себе окончательный приговор, он, во-первых, узурплатор, а во-вторых, он в отчаянии находится. Понимаете? Или во самбо-вольщине. Задачиваем себя от приговора. В самбо-вольщине, если он говорит, что я уже оправдану, оправдан, да? Да, да. Да, я такой хороший, да, и никогда не упаду. А в отчаянии, если он говорит, что я в нем дорогую и больше не точно никакого прощения. Да. Это не то и другое, это не должное состояние. Должное состояние какое? Я знаю, что я по-деламстве достойен гигиены. Это нормальное состояние человека, которое... Нормально рабочее состояние человека. Да. Но я рассчитываю не на свою праведность, а на Христа спаситель. Вот. и на крови Господа Иисуса Христа. И тогда Господь оправдает. То есть, с одной стороны, первая мысль – лекарство от гордыни, вторая мысль – лекарство от отчаяния. Она же будет двойной. Одно без другого приведет к страшным последствиям. Одну вот эту вещь, если ее разделить, надо одну мысль от другой отделить, человек в обоих случаях войдет в грех холонодуха святого. Прямой совершенно, да? Или отчаясь в милосердии Божьем, или чрезмерно упование на милосердие Божьем. Так что, учи, давайте будем учиться. Больше не гришим.